У этого сотрудника Красного Креста задача не из лёгких. Вместе с коллегами всего за один день. Он должен переоборудовать помещение старого предприятия в Берлине под временное жилище для беженцев. Мы уже заселили это здание. Сначала первые три этажа, а вчера и все остальные. А вот это ещё свободное. Но мы на всякий случай начали устанавливать там кровати. Такая предусмотрительность не помешает, говорит Кунс. Ещё вчера днём здесь было 200 человек, а уже к ночи людей стало вдвое больше. Это означает, что мы снова должны заказать еду, организовать её доставку и, конечно же, нам нужны дополнительные помещения. Такой наплыв беженцев не только в столице, но и почти во всех федеральных землях Германии. Из-за нехватки мест людей размещают в спортзалах, палатках и даже военных казармах. Число просителей политического убежища будет дальше расти, заявляет в правительстве. Когда я стал министром впервые, пять лет назад, у нас было 40 тысяч просителей убежища за год. Наш последний прогноз на этот год – около 400 тысяч, в 10 раз больше. И мы ещё скорректируем его в сторону повышения. По словам министра, остаться смогут только те, кто действительно нуждается в защите. Остальным придётся уехать. В частности, это касается приезжих из балканских стран, то есть фактически каждого второго мигранта ФРГ. Балкан и Германия больше не считают зоной риска. На рассмотрение заявлений беженцев уходит не один месяц, и всё это время жильём и едой их обеспечивают за счёт налогоплательщиков. К примеру, только в этом году на обеспечение мигрантов, по данным земельных правительств, необходимо выделить до 5 миллиардов евро. Такие расходы понятны не всем немецким гражданам. «Люди, живущие в Германии, забыты, но слишком много делается для других. И в этом проблема». На урегулирование проблемы беженцев Еврокомиссия выделила почти 2,5 миллиарда евро. Деньги распределяют до 2020 года. Больше всех получат Италия, Испания, Греция, Швеция и Румыния. Германия же, которая лидирует по количеству поданных заявок на получение убежища, в этом году получила от Еврокомиссии 355 миллионов евро.